Привет, друзья! Ряд видеть вас у тебя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Вы надо думаете, куда я пропал. Ребята, просто очень много работы, я канал не забросил, я буду заниматься дальше, планирую заниматься им не один год. Я понимаю, что канал молодой, им нужно заниматься, и просто так нельзя перестать записывать видео абсолютно, да? Вот, я решил с вами поделиться своей поездкой в Бердянск. Я родился в городе Бердянск, это, ну, многие знают этот город, находится на берегу моря, да, Азовского. Вот, я живу в Киеве, но родился в Бердянск, это мой родный город. Вот, сейчас я просто покажу поезд, я понимаю, что здесь особо не слышно ничего, как я там говорю, это же поезды, то есть, наши поезда, они, ну, реально громкие. Поэтому я просто покажу, как здесь поезд сделан, и меня удивило, что он реально довольно современный, и просто постараюсь как-то передать атмосферу этой поездки, атмосферу поезда. После трех месяцев карантина, знаете, прикольно поездить даже в любых поездах, вообще хоть куда-то поездить, хоть за город уехать. А тут уже прям я еду через всю страну, я еду как-то реально через всю страну, еду на юг, с севера на юг. Мне ехать 16 часов в поезде, поэтому, в принципе, реально ощущение путешествия очень даже сильно. Если вы путешествуете с детьми, очень рекомендую вот такой манежек приобрести для поезда. Он крепится на трех ремнях, вот в трех точках. Третью там не видно, она сзади. А снизу, я рекомендую чуть ниже ее опустить, чтобы под нижнюю кровать зашла. Тогда вы хорошо натягиваете ее, и вот такая вот стенка, на которую малую и ночью не свалится никуда. Но если вы в Африке, то еще будут защищать от комаров. Очень классная идея. Да? Согласен со мной? По-моему, вы пофиг. Ну что, друзья, оказывается, путешествовать можно по своей стране на поезде. Начали делать более-менее нормально. Если, конечно, сравнивая с европейскими поездами, остались вопросы по поводу шума, как всегда, потому что это очень-очень громко. Даже если ты закрываешь окно, это будет очень громко. Если вы не знаете, в Европе проблема не в самих поездах, а в том, как делают рельсы. В Европе, например, вот я знаю, в Англии, да, там делают рельсы бесшумно. То есть сваривают таким образом, чтобы они были абсолютно бесшумны. Из-за этого нет шума. И поезд ездит очень тихо. Если он ездит шумно, то такой поезд вообще считается браком и не должен ездить. Ну ладно, по поводу шума, пустим детали. Здесь, мне удивилось, что здесь туалет. Уже не такой, как обычно поезда, которым нельзя пользоваться на остановках, да. А здесь такой, как в самолете, то есть когда там уже все автоматизировано. Друзья, по поводу путешествия, карантин, как это вообще произойдет. Вот, ну смотрите, мы купили купе. На самом деле мы купили всего два места. То есть на меня и на жену, да, мало и бесплатно получается. И когда ты покупаешь купе, два места, тебе еще два автоматически дают. Ты не можешь купить больше двух мест. Потому что продажа за карантин у нас сейчас только два места. И ты получаешь все купе по более-менее нормальной цене. То есть для нас, в принципе, с малым, когда мы ездим, нам всегда надо выкупать полностью купе. Или брать из-за вагон. Поэтому это нормальное решение, в принципе, карантин куда-то поехать. То есть минимальный контакт с людьми, где антисептики, все нормально. То есть абсолютно безопасно, если вы ездите, допустим, прямиком до какое-то конкретное место, как у нас. Что мне больше всего нравится, путешествия по железной дороге у себя в стране. Это то, что нам ехать от Киева до Бердянска, куда мы сейчас едем, да. В Киеве я живу уже больше 10 лет. Бердянск, я родился, вот родной город, я сейчас еду. Так, туда и расстояние 800 километров. Но ездим мы туда, угадайте, сколько? Правильно, 16 часов. То есть, грубо говоря, 50 километров в час наша средняя скорость. Ну, куда можно улететь за... Сколько в Китай лететь? 6 часов. 6 часов лететь в Китай. 6 часов лететь в Китай, друзья. Расстояние от Киева до Китая, сравните. Сколько в Америку лететь на самолете? В Нью-Йорк, допустим, в Киеве. Часов 8? 10. 10 часов. 10 часов лететь на запад. И 16 часов ехать на поезде в Бердянск. Как на меня, на мой взгляд, по-моему, железная дорога должна строиться так, чтобы она как-то максимально сокращала дорогу, да, не удлиняла ее. Потому что можно же делать как тебе удобно. Ну, что есть, то есть. 16 часов удовольствия. Это прекрасно. Наслаждаемся поездами. Привет, друзья. Что я уже неделю отдыхаю в Бердянске у родителей. Так получилось, что я задевался куда-то дольше. Появились билеты на поезд на несколько дней позже. Потому что мы так решили, что уехать в понедельник и уехать. Приехать в понедельник и уехать в воскресенье этой же недели будет маловато. Поэтому, так как я работаю на удаленке, я просто решил здесь поработать на удаленке. И побыть еще дольше с родителями. Потому что долго не виделись, реально видимся очень редко с родителями. Я переехал 10 лет назад. В Киев. Видимся, наверное, раз в году. В лучшем случае, скажем так, получается. Вот поэтому я притосову не взял. Продевционно смотреть на мою не пригорошу. Смотрите, ребята. Так как я прожил, как я вам сказал, около 23 лет, я прожил в Гринлянске. И имею как бы то, что-то творческое право, да, что-то рекомендовать в этом городе. Куда вообще поехать отдохнуть, где лучший пляж выбрать. Где лучший песочек, где лучшие места, где какую-то такую информацию, на мой взгляд, которая может показаться вам ценной. Потому что все-таки я тут прожил много лет, да, я тут родился. Это мой родной город. Это море, я тут все детство провел в этом море. Я тут пацаном бегал, малым. Это действительно очень большой промежуток времени. Смотрите, ребята, сейчас я нахожусь на пляже Верховая. И по поводу пляжа, да, сразу начнем. Я рекомендую этот пляж. Очень классный пляж. Он диковатый, посмотрите за мной. Посмотрите, какая здесь вообще местность. Здесь практически никого нет. Там мы чуть дальше становились, жена там с малым. И там есть зонтики, которые на пляже. Они бесплатные, есть платные чезлонги. Есть туалет, биотуалет, если надо, есть бесплатный туалет. И здесь он не сильно развит хорошо. Здесь нет такой суперинфраструктуры какой-то, да, которая в моем образом что-то привлекли. Ну, сюда надо ехать из-за этих. Здесь реально дикарь. Просто посмотрите, что впереди меня. Посмотрите вообще на этот пляж. Там реально мало людей. И в этом прикол, что вы можете нормально отдохнуть здесь. Действительно, понаслаждаться природой и уединиться. Вот найти вот это ощущение уединения. И уединение какое-то даст море. И просто послушать его посидеть. Кайфово даже просто послушать сидеть в море. Не обязательно даже купаться. То есть, если вам даваться, то вода холодная. Я, например, люблю купаться в конце июня, да. Но многим вода может показаться еще холодная. Наверное, ощущать вода сейчас по ощущениям 24 градуса, может даже больше. Она реально очень теплая. Прям очень теплая. Малой без проблем заходит. Малому два года, он легко заходит в такую воду. И каких проблем это не вызывает. Поэтому рекомендую тоже в это время ездить. Так что, ребята, пляж Верховая. Проходится на Маяковского 98. Я постараюсь показать все это удобно в этом видео. Да, вам карту показать под видео. Сейчас вставлю в описании, чтобы вы могли почитать. Очень классный пляж. Еще рекомендую поехать, например, как вариант, поехать, если хотите поехать на Косу. Все местные говорят поехать на Косу, а не на Косу. Если вы говорите поехать на Косу, значит, вы скорее всего приезжите. Мы местные говорим поехать на Косу. Я не знаю, правильно это или нет, но все местные говорят так. Сразу понятно, откуда. Когда ты как-то говоришь, да, просто. Поэтому, ребята, на Дальней Косе есть еще очень крутое место, где тоже можно очень круто отдохнуть. На Дальней Косе тоже дикарь такой, и там очень мало людей. И как один из вариантов. Смотрите, вот эта часть моря, где мы сейчас находимся, это открытое море. Открытое море означает, что оно выход прям вот туда много километров вглубь, и там будет переходить уже в Черное море, а потом Средиземное море, да, так, по-моему, происходит. А есть у нас в Бердянске есть залив. Там, где вот в центре города, если вы знаете, там где Луна-парк, да, там где вот все наши достопримечательности, памятник Пычку, там все вот эти вещи. Это центр города. И там, друзья, там я не рекомендую вам вообще купаться. Просто вообще. Я вам говорю по-честному, потому что на меня люди, которые подписаны, мне доверяют, и я очень заражу тем, что вы мне доверяете, ребята. Для меня это самое важное, ваше доверие. Потому что плести какую-то ерунду, как многие делают на Ютубе, да, ради того, чтобы бабки заработают, мне это вообще неинтересно. Я говорю вам правду, это мой родной город, я заинтересован, чтобы сюда люди ездили, много людей, да, потому что мои родители, город живет на туризме, это понятно. Нет туристов, нет денег в городе, вообще нет. Тут только туризм, это самое главное. Вот, друзья, если я так говорю, наверное, все-таки я уже говорю правду. В заливе я вам просто вообще не рекомендую купаться. Просто вообще. Основные аргументы, там очень грязная вода. К сожалению, в городе так сделаны стоки непродуманные, что очень много воды грязной из города смывается в море. Иногда смывается с некоторых, я не буду говорить конкретно, да, но может и конкретно некоторые предприятия могут взять эту воду. И вообще, то, что я сам видел всю детство, то, что я видел в заливе, какая там вода, друзья, иногда это просто канализация, серьезно. Ты заходишь в воду, и там просто плавает дерьмо. Вот конкретно дерьмо. Причем в количествах огромных. Это не какой-то там, ну, это конкретно грязная вода, как канализация какая-то. Да, иногда она была чистая, да, мы тоже сами иногда купаемся, иногда вот приходишь, видишь, что нормальная вода, можешь покупаться. Она такая иногда бывает, обычно в начале сезона, но не всегда. Обычно она там очень грязная, я не рекомендую вообще купаться в заливе. Особенно с детьми. Еще взрослые можете там, да, с детьми точно я вам не рекомендую этого делать. Так, друзья, вернемся на пляж Верховую, да, я постараюсь сделать коротким. Просто расскажу от себя, да, то, что я знаю об этом городе. Возможно, вам пригодится, особенно если вы живете в Украине, да, почему вы не съездили. Вообще про Бердянск знают очень многие города, очень многие даже страны, я сказал, Советского Союза. Особенно, конечно, понятно, что к нам ездили очень много людей с Россией в свое время. Очень много с Москвы людей сюда ездили. Было время, да, у тебя, к сожалению, много изменилось. Смотрите, друзья, пляж Верховая. Мне очень интересен тем, что здесь сразу глубина хорошая. То есть здесь нету такого, как вот заливище, да, мелкое очень. Потому что многие знают Бердянск, Хазовское море, что, во-первых, Хазовское море это самое мелкое в море в мире. Оно действительно самое мелкое, просто ничего нет уже более мелкого. Но здесь вот, на Верховой, здесь не мелко с берега. Здесь берега нормально, вы отходите метр, вы можете нырять. Вы можете разбежаться с берега, например, и сразу же нырнуть, там, через 2 метра уже будете нырять. Здесь очень глубоко сразу ездить. Вы можете заплыть спокойно, там, за минуту заплыть, например, на, там, 2 вашего роста, то есть на 3 метра, например. Мне это очень нравится, так как я люблю плавать. Я лучше сплавать не знаю даже когда, я не помню. Я настолько был маленький, что я не помню, когда это было вообще. И я очень люблю поплавать, заплыть, там, насладиться вот этой природой, этой энергией. Не знаю, меня заряжает очень сильно море энергией, энергетика и вот прям чувствуется. Я не знаю, у всех ли это, кто ездит на море или просто потому, что я родился после моря, но для меня это, конечно, особенное место. Да, есть огромное количество курортов, гораздо лучше берегянское. Это действительно так. Я был в Турции, я был в Египте. Там, конечно, сервис, все включено. Просто то отношение к тебе, которое ты получаешь там, этого вы здесь вообще никогда не найдете. Здесь нет этого всего. И не будет, я думаю, в ближайшие еще десятилетия. Друзья, сюда надо ехать не за этим. Сюда надо ехать за диким, за вот этой дикой природой. Она еще и здесь есть. Чем дальше вы будете двигаться, например, вот туда, в ту сторону. Это я сейчас удаляюсь от пляжа. Пляж там, моя жена там осталась. То есть там Маяковская 98, туда такси приезжает. Там спокойно подъехать можете на машине, я постараюсь показать там подъезд. А вот туда дальше, там уже идут села, там Кирилловка в ту сторону. И да, очень много мест диких, где вообще никого не найдете. Можете приехать там спокойно, в этом саммит. Не знаю, палатку разбить, насладиться вот этим дикарем, вот этой дикой природой. Дикий пляж тоже находится здесь недалеко. Я имею в виду там, там где нудисты. Называется Дикий пляж местный. Там нудисты, и там очень классно. Там реально не обязательно быть нудистом, чтобы туда пойти, да. Ну, возможно, вы другую будете голые, а вы будете как дурак будете в трусах или плавках. Да, ну, смотрите сами, друзья, я не знаю. Можете попробовать следить вам, в принципе, никто там вас прогонять не будет. Хотя, не исключено. Дань, будешь откапывать? Не делайте так, не надо ездить по пляжу на машине. По поводу пляжей это все. Я не буду рассказывать про все пляжи. Я вот просто люблю это место, и вот на косе дальняя коса, и все. Ну, смотрите, на дальнюю косу минусы. Туда очень сложно заехать и выехать. Даже на своей машине я уже не говорю про какой-то транспорт, да, на там автобусе. Это очень неудобно. Поэтому вот сюда добраться очень легко. Он находится как будто вот в городской черте, еще так скажем, да. То есть это не считается прям вот выехать далеко. Это недорого, в среднем будет стоить вам такси сюда доехать, ну, не больше трех евро. То есть это с любой точки города не больше трех евро вы сюда даете на такси. Поэтому это довольно доступно. Смотрите, по поводу такси я сразу расскажу о проблемах, все как есть. Я приехал сюда с малым, малому два года. За неделю, кстати, ни разу еще не прилег, вернее, раз я прилег загорать. Тем не менее, я загорел и даже сгорел уже. Я похудел на два с половиной килограмма, просто бегая за малым по пляжу, ничего особо для этого не делая. Просто минус два с половиной килограмма, вот сейчас, сейчас. В поезде вы меня видели тяжелее, на два с половиной килограмма. Я весил 85,3 килограмма, а сейчас уже 83 килограмма, где-то так. Я был на тренировке вчера, я тут весился. Так вот, смотрите, по поводу такси. Такси здесь совершенно не на нормальном уровне находится. Такси здесь очень плохие, машины старые, они в порядке вещей считают, что, например, не должно быть в машине ремней безопасности. Мы везли сюда детское кресло, мы купили специальное раскладное кресло детское. Я постараюсь показать тоже в этом видео. Очень классное, кстати, оно по всему миру признано, оно безопасным, оно удобно, оно складывается, его даже в самолет за помощью нельзя. Очень крутая вещь такая, которая может вам очень сильно пригодиться. Так вот, вот это кресло мы с собой взяли, мы потратились на него, чтобы у нас малома была безопасность, да, создана в машине. Но мы вызываем такси, и все они приезжают на заднем сидении без ремней безопасности. Как так и надо. Они тебе еще говорят, что, а зачем тебе переменешь, угонишь тебя, ну поставь свое кресло и все, и дальше. Реально, ни одно такси не приехало с ремнями безопасности. Просто невозможно их найти, как бы вы ни взывали. По поводу приложений, есть приложение одно, которое я нашел, которое мне понравилось, которое нормально работает, можно оплатить хотя бы не наличкой, а карты оплатить. Ну, как мы привыкли, допустим, весь Uber, да, то есть это все работает. Я уже привык к этому уровню сервиса. Так вот, оно хоть более-менее похоже, оно показывает, где машины рядом, какие они находятся. Оплатить можно по безналу, и это называется приложение Shark. Так, не реклама, я просто, блин, сам, я скачал себе 5 или 6 приложений, и одно только было такое, которое нормально. Вот я рекомендую этим, я им, по крайней мере, пользовался. А потом мы договорились с нашим знакомым, и он нас просто возит теперь сюда, и мы, просто нам это лучше, потому что у него есть эти пояса, ремни безопасности, и мы можем малого пристегнуть и нормально приехать, я сюда. Смотрите, вот, на таком такси тоже не факт, что будет там, например, ремни безопасности, и вообще, что это будет машина там подушками, и безопасности, вот этого всего здесь, скорее всего, вам не получится найти. То есть, какое-то будет такси там очень такое, дикое тоже. Ну, ребята, это Бердянск, это бедный город. Это бедный город, и люди здесь хорошие, но бедные все, и поэтому и машины соответствующие. Такси люди ездят местные, у которых нет денег на хорошие машины. Поэтому уже постарайтесь на это сильно не реагировать, да, ну, просто я был с малым, и мне, ну, никак не подходит. Я не могу, я не могу рисковать жизнью своего сына, я несу ответственность за него, поэтому я не могу принять решение. За себя еще, допустим, ладно, да, ну, да, даже за себя тоже оставить ребенка без отца, это тоже не круто. Поэтому в ваших руках ответственность за это принимайте решение сами. Возможно, вы найдете машину в аренду вообще. Я смотрел, они тут, в принципе, доступны. Вы можете взять машину в аренду и закрыть вообще вопрос машины. Ну, или приехать на своей машине, как делают многие, да. Тогда вообще у вас эта тема будет закрыта. Где погулять по городу, да? Ну, смотрите, конечно, море в первую очередь, но если вы захотите выйти в центр, ну, в центре единственное место, это Приморская площадь, оно единственное. Там же вы можете найти себе, попытаться жилье, недалеко от этого района. Но ездить купаться, как я сказал, не туда, а ездить, уезжать подальше на машине. Есть, возле района Приморской площади, вы можете найти квартиру, снять там за недорого, с видом на море. Можете посмотреть еще район Азмол. Район Азмол, это на горе находится. В районе Азмол есть дома, которые выходят окнами на море. Они находятся на горе, но вид на море. Возможно, там сдаются какие-то квартиры, и, кстати, это, наверное, будет даже дешевле. Вы можете попробовать там поискать и снять там жилье. Вы можете поискать где-то жилье прямо вот здесь. Если вы видите за мной, там город вообще по сути. Вот там видно даже город, да? Не знаю, будет ли видно на видосе. Там город, там есть дома, там есть частные дома, там есть пансионаты, которые можете арендовать жилье прямо здесь вообще, на пляже Верховая. Здесь есть жилье. Он хоть дикий пляж, но здесь есть, в принципе, жилье. Здесь можно пойти пофе, попить пиво, там выпить, не знаю, что-то перекусить, перехватить, да? Но особо здесь ничего нет. Каких-то кафешек нормальных тут такого нет. Можете искать жилье здесь. Ну, вот это те районы, которые я рекомендую. На горе особо делать нечего, но есть еще бульвар Гайдара, да? Там на бульваре Гайдара можно просто погулять на горе, хорошо провести время с семьей, допустим. Там очень большой бульвар, наверное, один из самых больших городов, его обустроили хорошо. Ну, там классно, да? Ну, там много людей, смотрите сами. По-моему, в центре будет достаточного, на гору можно, наверное, не соваться вообще. Отдыхать себе в центре и все. Смотрите, я не буду, да, сильно затягивать это видео. Все рассказать про город в одном видео, это очень долго. Понятно, что я здесь много чего знаю, могу много чего рассказать. Если есть какие-то у вас вопросы, просто вы задавайте потом под этим видео, мне в комментариях, реально постараюсь ответить, потому что, ну, такие видео я снимаю вообще первое, это как влог мой, да? И я постараюсь реально поотвечать на ваши вопросы. Может, вам это будет полезно, кто-то захочет приехать сюда, где лучше жилье снять, да, вот какие-то такие моменты, какой лучше район с детьми особенно. Это очень важно. Смотрите, я хочу порекомендовать вам еще свои взгляды. Так как у меня канал о здоровье, тренировках и жизни, да, то я, знаете, много, ну, мне это просто интересно, я много времени уделяю тому, что я изучаю всякие такие научные вопросы по здоровью. Но сейчас просто скажу свой личный опыт. По поводу загара, пару слов буквально. Сильно умничать не буду, потому что я сам сгорел в первый же день. Так получилось, что я приехал в неудачное время. Я приехал просто, решил с поезда сразу поехать на море и, в общем-то, сгорел в первый же день. Погорячился. Смотрите, время загара безопасное, которое я вам рекомендую. Это с утра, с рассвета и до 10 часов утра. С 10 до 11 вы уже можете здесь сгореть. После 11 сгорите 100%. Теперь, если после обеда, то приезжайте сюда после 4 вечера. После 3 уже будет сильный загар, после 4 будет слабее, а после 5 вы точно не сгорите уже. Но я рекомендую после 4 и до конца дня, да. То есть вот это вот время диапазон. С 10 до 4 вообще не появляетесь на море. Просто вас тут быть не должно. Однозначно. Друзья, загар запомните раз и навсегда. Если вы сгорели, вы очень сильно, очень сильно свой иммунитет подбили. Вы практически его на ближайшие месяцы, у вас всего нормального не будет. Вы, скорее всего, тут, может, даже простынете из-за этого. Или заболеете вообще. Тем более сейчас, во время, когда, ну, как вы понимаете, что в мире происходит, да, из-за этих проблем с вирусом. Сейчас, как бы, это точно вам не нужно. Поэтому не сгорайте. Друзья, просто не нужно лезть на солнце. Не нужно сгорать. Постарайтесь постепенно-постепенно приобретать этот загар. Пользуйтесь кремами от загара. Это все работает. После загара крема. Не нужно сгорать. Вы, когда сгораете, вы наносите сильный ущерб своему организму, иммунной системе. Организм пытается все это... Это для него большая проблема. Ваша кожа, она становится красной. Это ожог определенной степени. И для организма это шок. Он просто все силы направляет на то, чтобы залечить вашу кожу, эту красноту снять. Друзья, рак – это самая главная причина, по которой вам не нужно сгорать. Потому что рак реально можно заработать, если вы будете постоянно сгорать на солнце. Помимо того, что вы пигментацию заработаете на коже, у вас будет более старая кожа, более пигментированная кожа. У вас 60-50 лет вы будете стариком уже выглядеть, если вы сильно любите загорать, да? То есть следите за этим. Вы не нужно, не нужно сгорать, друзья. Поберегите свою кожу. Вы просто постареете раньше нужного. Это очень много идет высвобождение радикалов, которые в вашей коже не должны находиться. И вот это солнечное воздействие есть основной причиной рака – меланомы кожи. Можете погуглить эту тему. Друзья, реально, очень большой процент. Это повышение на десятки вероятных процентов, что вы заработаете себе рак, если будете сгорать регулярно. Если вы решите все лето загорать, сгорать сильно, если ваша кожа вообще в принципе к этому не приспособлена. Есть разные типы кожи, которые могут находиться больше или меньше на солнце. В среднем это всегда минут 15-30 и все. То есть вы должны, я рекомендую вам, загорать под зонтиком. Всегда загорайте под зонтиком, берите на пляже, арендуйте зонтик, берите с собой зонтик. В тени можно загореть очень хорошо и плавно, загорите так, как надо. Через тень-зонтик. Поэтому поберегите себя, не тупите по поводу этого, друзья. Потому что я сам часто такое делал. Я вообще очень много разгорал раньше, когда жил в Бердянске. Просто потому что я там работал, бывало, на солнце. Ну то есть такое, а то солнце сильное. Это нехорошо. Не делайте этого. Друзья, пару слов по поводу медуз. В этом году медузы огромного размера. Они просто, по-моему, они были в прошлом году, но такого я не видел раньше. В Азовском море вообще никогда. Сколько лет я здесь жил, их здесь просто не было. Сейчас в море что-то изменилось. Есть большие медузы, которых, как я говорил, не было. Смотрите, эти медузы, они, в принципе, могут быть для вас опасны. Особенно, если вы с детьми, они могут нормально вас жалить. Они выделяют через щупальца снизу. Не шапки, не шляпы. Это безопасно, но снизу может быть у них вот это ядовитое вещество, которое оставляет ожоги. Я вам показал в этом видео, какие есть размеры этих медуз. Вот я сейчас подхожу, я вообще не знаю, что это за явление. Смотрите. Вы видите, их выносят прям кусками на пляж. Вчера мы плавали, здесь были огромные медузы. А поставьтесь тех медуз, на которых есть ободок, красный или синий ободок, который вот такой вокруг, как полосочка такая. Они большие, вы видите, что они живые. И у них есть щупальца довольно большие сзади. Да, это не австралийские медузы, которые могут вас прямо очень сильно ужалить для того, чтобы вы можете даже умереть от той медузы, которая бывает в Австралии. Если вы увидите в Австралии на пляже, что там осторожно джели фиш, то джели фиш, друзья, это медуза требуется. Вот, у нас таких знаков вы не увидите. Здесь никто вам не напишет на пляже, что осторожно медузы. Ну, здесь нет такого, просто этим никто не парится. Но они реально могут ужалить. Поэтому думайте и внимательно будьте. Обычно, когда волна есть нормальная, то их нет. Но сейчас вот есть небольшая волна, и они все равно есть. Поэтому обращайте на это внимание. Особенно, если вы с детьми. Друзья, по поводу магазинов, да, куда съездить за продуктами, тут затариться может нормально. Я считаю, что самый нормальный магазин это Walmart здесь есть. Он находится на горе на Пролетарском проспекте. Я не знаю, может как-то по-новому там сейчас называется, улицы поменялись. Но находится на горе, я постараюсь вам в этом видео как-то тоже показать это на карте. И он, наверное, один из самых лучших магазинов. Есть полно магазинов АПТБ в городе, где вы можете скупиться все, что вам нужно купить. В центре, вот снизу, да, есть просто разбросанных большое количество магазинов АПТБ. Но таких крупных есть еще торговый центр Кит, называется. Там есть тоже магазин, который вы можете найти. Он недалеко от автовокзала, есть этот магазин довольно большой. Там продукты, там торговый центр, можете там погулять. Есть еще Del Mart, который находится в центре на Приморской площади. Туда можете зайти, там тоже есть АТБ снизу, там есть просто, ну как торговый центр, то, что вы привыкли видеть. То есть что-то можно даже купить там себе по каким-то там, ну какие-то там, не знаю, надувные круги и что-нибудь вот такое. А по продуктам Walmart, который находится на горе, самый, наверное, лучший будет. Там можно и покушать, и пиццу посидеть, и довольно нормальная там технология в магазине, там приложение у них, собственно, есть. То есть мне, как атичнику, это все нравится. Друзья, буду близко говорить к камере, потому что я забыл микрофон. Я вообще не планировал записывать это видео экспромтом, когда получилась такая идея записать его. Ну что, ребята, у меня уже 10-й день отдыха. И я вспомнил еще пару вещей, которые я хотел бы вам рассказать по-быстрому. Смотрите, я сейчас стою вот на лимане, видите, за мной вот эта вот прекрасная, очень красивая жижа какая-то, грязь. Там есть немножко водички. А вот с другой стороны, сзади за мной, вот там уже пляж. То есть здесь получается, с одной стороны пляж, проходишь буквально там 20-30 метров, и ты находишься на лимане. Здесь грязи, знаменитые лечебные грязи бердянские, да? Так вот, смотрите, друзья. Не нужно обмазывать все тело этими грязями, потому что это очень-очень вредная штука обмазывать все тело. Если у человека проблемы с сердцем, это может закончиться прям совсем плохо. Во-первых, повышение температуры будет происходить, и вам это точно не нужно, даже если вы молодой, не надо. Мы занимались этой тоже фигней в детстве, намазывались полностью, бегали как чунгачанги, там, понятно, все через это проходили. Но чуть позаслели, поняли, что так делать нельзя. Максимум можно намазать колени, да, суставы, потому что наша грязь, она бердянская, она реально работает, она целебная, хорошая, она хорошо лечит суставы. Поэтому здесь очень много санаториев, которые как раз-таки направлены на лечение суставов, да? Они савдеповские все, ну, там реально процедуры, то есть такие, все савдеповском стиле. Ремонтов там, скорее всего, нету, да, но там реально хорошие, хорошие, хорошо можно подлечить свое здоровье, свои суставы, да? Смотрите, по поводу пляжа, да, чтобы вы не подумали, что тут совсем все так печально, да, и прям вообще только вот пляж верховая, что я сказал, да, и на дальней косе. Ну, это два места, которые мне больше всего нравятся. Если все же вам нужно покупаться в заливе, да, я покажу в этом видео, где залив, а где открытое море, это два разных места в Бердянске. Так вот, если все-таки в заливе будете купаться, ну, вот мне нравится одно место, единственное в заливе, это возле детского лагеря Красная Гвоздика. Вот, туда можно проехать на 17-м автобусе, сесть на 17-м автобусе и приедете как раз туда. Он из ЖД вокзала идет, с автовокзала, то есть на 17-й вы не пропустите. Смотрите, вот возле детского лагеря Красная Гвоздика, неплохой пляж, там чистят его, там более-менее. Там, конечно, мелкое, там вот то, что обычно знают Бердянское море, это мелкота, ты долго идешь, ты не можешь зайти на нормальную глубину, это то место. Но там более-менее, более-менее, друзья, туда, это место далеко от всяких сливов, и там более-менее нормальная чистая вода. На ЭКЗ, например, есть такой еще район, на ЭКЗ, там я тоже вам не рекомендую купаться, там типа горы повыше, возле берега, да, такая, которая, кстати, иногда обсыпается, горы, под ними лежать вообще опасно. И там, из-за вот этой горы, из-за особой местности, там очень много змей. Поутру я прям видел, мы там, когда ночевали с друзьями на даче, я поутру видел просто пляж, усеянный змеями. То есть это может быть, я не говорю про одну-две, я имею в виду там вот десятки змей, там не знаю, их очень много, прям нара на норе. Если вам нравится на таком пляже отдыхать, просто вы знаете, что ужики, это там морские ужи, которые в воде, они могут быть и плавать в воде. То есть вы плывете, да, и вы рукой наткнетесь на змею. То есть если вам это нравится, то тогда едьте на ЭКЗ. Как бы я вам не советую в ту сторону вообще соваться, купаться. Хотя многие любят там места. Эти змеи не могут вас укусить в воде, они могут укусить только снаружи, над водой и только укусить. Ничего там ядовитого, они не опасны. Это морские ужики, они вообще ничем не опасны. Еще два слова по поводу лиманов, да. Комары рождаются как раз на лиманах, возле лиманов всегда очень много комаров. То есть вообще, если вы примете решение жить где-то близко возле моря, а не ездить, допустим, вот как мы ездим вообще на такси, мы ездим с горы. То есть я вообще у родителей остановился, чтобы с родителями побыть. И мы ездим просто на такси каждый раз на море, да. Если вы, допустим, хотите жить очень близко возле моря, будьте готовы, что будут комары. Обычно там сетки какие-то в домиках. То есть возле лиманов их реально очень много, всегда. Вообще очень много насекомых возле моря летающих таких. теперь смотрите лиманы хорошо узнать еще можно они воняют как только вы проезжаете какой-то вонизм слышите это лиманы еще по поводу одного пляжа я вспомнил есть еще пляж такой санатории курорт лазурный вот он очень большого размера там как парк прям как парковая такая чуть ли не заповедная зона и он находится прям сразу же возле красной воздики вот этого лагеря то есть вы на одну сторону будет залив если возле красной воздики захотите покупаться а если вы перейдете дорогу тоже на 17 автобусе приезжаете или на такси там санаторий лазурный курорт там большая территория но на нее можно зайти через нее все можно пройти пешком если надо допустим погулять хотите вы да и там будет очень классный пляж еще довольно довольно хороший пляж но там узковатая линия самого пляжа мне из-за этого перестал это нравится он сузился со временем каждый год пляж меняется то уже то шире то есть это изменяющиеся такие условия да но вы можете попробовать там покупаться там неплохая вода то есть как видите я практически вам не советую на косе купаться потому что мне не нравится там слишком много людей сложно заехать выехать на машине пробки иногда в час часто стоишь пробки чтобы выехать с этой косы если вам такое нравится едьте на косу там классные пляжи там вы можете там допустим на базе остановиться тогда вообще вопросы все снимутся вы заехали туда на свои там 10 дней или неделю отдохнули вы только на пляж выходите поесть на пляже и вам тогда по барабану можете можете тогда жить на косе там хорошие пляжи но может быть чуть больше людей чем везде допустим не такой нет такой дикости как у тебя сейчас допустим вот сзади меня смотрите там частные дома их сейчас наверно лучше будет видно там район макарты частные дома где в принципе можно жить оттуда ездить я не знаю на великах например ездить на море можете два велика просто допустим арендовать ездить на них все время на море как как вариант как идея теперь расскажу их еще пару слов по поводу безопасности как я как местный считаю живя бердянске живя очень много лет на море мы настолько привыкли что люди тонут здесь тонут молодые любого возраста люди тонут и это просто к этому привыкаешь я сам видел несколько раз людей которые на берегу лежали уже то есть выносило их море просто шел в универ и смотрю человек лежит на берегу моря да уже его вынесла наверное ночью то есть это к этому привыкаешь и это ненормально друзья очень много людей тонет и очень много людей по глупости это делают первое золотое правило не по пьянке не лезьте вообще воду никогда не пейте спиртное и море несовместимые вещи вы не знаете что с вашим организм может произойти в воде поэтому не надо дурить так не делайте такого я хочу рассказать про все безопасности и правила я не буду рассказывать вы же ну вы же не маленький да вы должны это понимать скажу вам про такую не очевидную штуку допустим у нас много было истории не слышал как газетах писали да про это но реальные реальные кейсы реальный случай когда молодые люди нагревшись нагреваются на солнце сидит на пляже допустим очень сильно нагрелся после этого он идет и прыгает довольно прохладную водичку да допустим вода там градусов 20 21 после нагревания головы сильно на солнце расширяются сосуды и пацан вот я даже эту историю запомнил что пацан молодой накачанный спортивный он прыгнул в воду просто просто прыгнул в воду нет камень голову ничего он прыгнул в воду из-за того что происходит резкое сужение сосудов когда он ныряет в воду но это этого человека не стало молодой пацан его не стало потому что он просто резко забежал в воду то есть возможно у него были какие-то склонности к этому да возможно у него были проблемы с сосудами возможно какая-то наследственная плохой наследственность получил возможно но Но сопутствующий фактор был следующий, сильно расширяются сосуды на море, на солнце, потом вы резко ныряете в воду и идет слишком сильно сужение сосудов и может произойти инсульт, от этого можно умереть. Поэтому, друзья, вы знаете, кто меня смотрит чаще, я морж, уже 5 лет я моржую, я зимой купаюсь при 0, при плюс 1 вода, и я просто прихожу в этот водоем, захожу, раздеваюсь, захожу сразу же в воду и выхожу, я делаю это резко. Но, смотрите, в чем разница? Разница в том, что когда я прихожу зимой, я не прихожу разогретый, я не горячий, я не сильно разминаюсь, я просто не делаю больших контрастов на голову, еще более того, я не ныряю никогда с головой зимой. По тем же самым причинам. Многие спорят нырять с головой, не нырять с головой зимой, тема не об этом, но вы можете сделать вывод по этой истории, нырять с головой все-таки или не нырять. Так вот, летом я захожу очень плавно, зимой я могу зайти довольно резко, да, потому что зимой нет такого переменной температуры Ты с холода в холод заходишь, с холода в очень сильный холод, скажем так, да, а здесь ты с очень сильной жиры заходишь в довольно прохладную воду Поэтому я захожу постепенно, во-первых, лучше носить кепку, как вот у меня на голове сейчас, да, кепку носить, чтобы голову не нагревать сильно Перед тем, как заходить в воду, я стараюсь еще намочить голову, охладить голову, самое главное, просто даже намочить волосы, намочить все тело Может вы видели, как вот пенсионеры, старички заходят, да, вот этот дедовский способ я использую, я молодой пацан, это не так круто смотрится Ты заходишь не так круто, не так эффектно, там тебя там девчонки, они вау, как он классно прыгнул, да, это вообще не смотрится круто, ты заходишь как пенсионер Но, друзья, включайте голову, если ты не 15-летний пацан, который хочет выпендриться перед своей девушкой, тогда делай лучше нормально, безопасно Заходишь постепенно, руки, ноги намочил, постой в воде немного, а постой охлади организм Только после этого ты заходишь в воду и лучше даже резко, ну, уже можешь прыгнуть, если ты голову намочил, можешь уже прыгать в воду, если ты сделал так, как я сказал То есть вот после таких можно прыгать и разоградить уже в воду резко, да, допустим Но ты уже постоял хотя бы минут 5, хотя бы минут 5 нужно постоять в воде, вот эти все проделать процедуры Руки, ноги намочить, голову намочить, да, после этого ныряешь И так, друзья, каждый раз, чем больше контраст, тем дольше надо стоять И нужно резко запрыгивать в воду, это очень важно, друзья, очень важно Друзья, расскажу вам еще про рыбу, да, потому что я уверен, вы захотите рыбу купить здесь в Бердянске И это правильное решение, здесь реально хорошая рыба Это, скорее всего, не такая, о которой вы привыкли, которую вы в супермаркете видите Она тут хорошая, такая, сочная, если это тарань, она просто жирная, классная, вкусная, очень хорошая рыба Так вот, по-быстрому, где ее купить и какую лучше купить, что я советую Рыбу покупать нужно на центральном рынке, центральный рынок, там есть рыбный рынок Любого спросите, вам объяснять, куда пройти Там такой желтый навес, когда-то он был желтый, сейчас уже белый, я покажу на этом видео Вот этот навес, находитесь, заходите внутрь, там покупаете рыбу Походите, походите по рынку, выберите нормальную цену, потому что цена очень разная Как только они видят, что вы турист, они сразу же вам могут накрутить цену Торгуйтесь, не стесняйтесь, можете поторговаться, сбить цену, здесь нормально к этому относятся Смотрите, какую рыбу я рекомендую вам купить Если вы хотите везти с собой рыбу куда-нибудь, если вы, допустим, будете по стране ездить, то с собой везите судака Судак, эта рыба, она может быть довольно большой Если это чопик, чопик это маленький судак То есть маленький судак называется чопик, местные называют его чопиками Если вы подойдете, скажете, дайте мне чопики, вас, скорее всего, подумают, что вы вообще местный Потому что мало кто так называет Чопик это судак размером по локоть Это вы можете взять с собой, я рекомендую, я так и сделал, я купил с собой Теперь можете взять пеленгаз с собой Пеленгаз это тоже морская рыба Он сушится без кишок, то есть он в открытом состоянии И эта рыба не сильно быстро портится Она очень-очень медленно портится Если вы ее охладите еще перед тем, как, допустим, везти Будет хорошая идея замотать бумагу, охладить в морозильник, прям положить в морозильник И потом в этом состоянии везти в дорогу, допустим Вообще после морозильника рыба очень хорошо чистится, это нормальная тема Вот это та рыба, которую я советую везти с собой Без кишок, найдете какую-то другую там еще Лишь бы не было внутренности Такую рыбу можете везти с собой Я люблю вот судак, пеленгаз, может быть еще камбала Может быть еще камбала Очень сильно рекомендую попробовать вам такую рыбу, как пузанок Такую рыбу, как тарань, конечно Бычка взять, крупного бычка Может какой-то икрянистый, с икрой попадется вам бычок Возьмите бычка, попробуйте Это можете с собой даже везти бычка, можете здесь поесть, как хотите Можете попробовать Можете попробовать такую рыбку, называется барабуля Она красного такого цвета, тоже очень вкусная Но попробовать пузанок обязательно вам рекомендую Друзья, это, если не ошибаюсь, семейство селява, пузанок, сельдь Это все одно семейство рыб Она пузанок очень жирная рыба Ее вообще никуда не везите точно Она очень быстро пропадает Купили, съели буквально там в течение часа Посмотрите, чтобы желательно рыба продавала за стеклом Они в открытом состоянии, чтобы на ней не посидела никакая муха То есть за стеклом, она должна продаться за стеклом Возможно даже с холодильнички Вот найдите именно такую точку, где так и продается И попробуйте эту рыбу, друзья, вы будете точно довольны Это очень вкусная жирная рыба, если вы любите, чтобы по локтям текло жир с пивом Это все безалкогольным или алкогольным, как хотите, друзья Это будет очень хорошее решение В принципе по рыбе все Камбалу можете попробовать жареную Купите местную камбалу, пожарите ее Или высушенную Ну высушенная она любителя, она неплохая Но пожаренная камбала это очень крутая штука Там мало костей, это очень вкусно Действительно хорошая идея будет съесть такую рыбу Друзья, ладно, я бесконечно могу рассказывать о Бердянске Очень много чего знаю, но я тут прожил, да, 23 года Хотя 10 лет уже тут не живу Переехал когда-то, я захотел более лучшей жизни, чем Бердянск Бердянск очень бедный город Здесь очень мало работы, здесь все предприятия стоят Чуть-чуть понимаете, какая здесь атмосфера в городе И возможно там не всегда будут люди супер приветливые, да, в Бердянске Возможно такое Ну вы тоже поймите, друзья, они на очень маленьких зарплатах тут сидят Никто не парится, государство не парится, там, хорошо ли тут себя люди чувствуют или нет Так же самое, как и местные власти Поэтому люди выживают как могут здесь местные Но природа здесь классная, море отличное, дикое Здесь есть куда сходить, здесь есть куда покупаться Я вам как местный просто по-честному, да, говорю Есть куча проблем здесь в этом Бердянске Я сам знаю, я сравниваю с курортами, да, Турция, Египет Это, друзья, это небо и земля просто Но здесь есть дикость, за которой нужно приехать, отдохнуть здесь по-дикому И покупаться, не знаю, голым, куда-то заехать, куда я вам говорил За верховую еще дальше, там села дальше есть Заехать вообще где никого нету Приезжайте пораньше на море, когда мало людей И насладитесь вот этой природой, дикостью Это очень классное ощущение Это не то, когда ты лежишь на пляже, когда загорает только верхний слой людей А нижний слой просто до них солнце не пробивает Это не та ситуация, здесь реально есть место хорошее Все, друзья, на этом все, будем прощаться Те, кто меня смотрят чаще, да, по поводу канала Пару слов буквально и все, закругляемся Я планирую заниматься каналом дальше Будут новые видосы, будут очень интересные видео Будут эксперименты вообще с тематикой на канале Сейчас я очень занят работой У меня, я программист и мне очень много сейчас работы просто накопилось Мне надо все это решать У меня попутно обучение И попутно еще, я жду еще больше обучения у меня будет Мне очень много нужно учиться Английский язык, это все занимает очень много времени Конечно, YouTube тоже занимает очень много времени Поэтому видео будет, друзья Спасибо, что ты остаетесь со мной Что не куда-то исчезаете, не удаляете с канала Оно будет, я не собираюсь забрасывать канал Оно будет в ближайшие годы, я буду этим заниматься точно Мне это интересно, я хочу давать эту информацию И делиться с вами какими-то полезными вещами Поэтому увидимся в новом видео Задавайте вопросы под видосом Лайкайте, если видео понравилось Если надо, поделитесь с кем-то из своих знакомых Там колокольчик, да, ну вот эти все вещи Все, друзья, пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!